Добрый день! Сегодня я хотел бы рассказать о том, как сделать простую область видимости Пример такой области вы можете видеть на экране У нас есть возможность менять угол обзора, дальность или внешний радиус, внутренний радиус, цвет и прозрачность Также мы можем переключаться между двумя типами материала Сейчас у нас используется DECAL материал, а сейчас обычный полупрозрачный материал В качестве примера использования такого материала мы можем посмотреть на симуляцию кроликов Так, давайте скроем таблицу Желтая область отвечает за зону услышимости, зеленая за область видимости у наших кроликов Давайте отключим желтую зону Для большей наглядности подсветим воду и еду и скроем все лишнее Да, сейчас мы достаточно легко можем понять, какой кролик что видит Давайте создадим новый проект Спускаем Unreal Engine Games ThirdPerson Blueprint, то есть StartContent Я назову проект VisionArea Давайте сразу создадим рабочую папочку И мы создаем MasterMaterial под названием VisionArea Установим BlendMode на Translucent полупрозрачный Создаем параметр под названием BaseColor Я привык без пробела Пусть он у нас будет зеленым и прозрачность единица Первый узел, который нам понадобится это RadialGradientExponential По умолчанию он у нас выглядит вот таким вот образом Мы хотим иметь возможность регулировать радиус и размытость границ Для этого создаем параметр ExternalRadius Внешний Radius Который устанавливаем на 0.5 И создаем параметр Density Который отвечает за размытость границ Нам нужны четкие границы, поэтому поставим 1000 Как вы видите, у нас получился круг, вписанный в квадрат Это именно то, что нам нужно Давайте скопируем эти узлы И заменим внешний радиус на внутренний А значение установим в 10 раз меньше Добавим узел один минус, чтобы у нас получился черный круг Теперь перемножаем наше выражение И в итоге у нас выходит вот такое вот кольцо Следующий узел, который нам понадобится Это VectorToRadialValue По умолчанию он дает вот такой вот результат Мы же и будем использовать с вами узел if Создадим параметр под названием HalfAngle Ну, половинный угол Пусть он для начала у нас будет 0.25 Если A больше B, установим 0 Если A меньше B, устанавливаем 1 Видим, что при HalfAngle равном 0.25 у нас светлое оказывается четверть круга Нам удобнее будет работать в градусах Поэтому давайте сразу поделим на 180 И зададим значение, например, 45 градусов Тогда полный угол должен получиться 90 Действительно так и выходит Еще нам хотелось бы, чтобы светлый обус был расположен симметрично относительно горизонтальной оси Для этого нам понадобится узел customRotator А также текстур координат, из которого мы вычитаем 0.5 Создаем параметр центр вращения И поворачиваем на половинный угол Для того, чтобы повернуть именно на половинный угол Нам надо поделить на 360, а не на 180 Все получилось Перемножаем наше выражение И для того, чтобы была возможность создавать прозрачность Делаем еще одно умножение Отключаем превью Смотрим на конечный результат Он нас устраивает, поэтому сохраняем И переходим в папочку SetPersonBP Дальше Blueprints SetPersonCharacter Здесь мы создаем плоскость Устанавливаем ее по оси Z на минус 90 Для удобства давайте отмасштабируем 10 раз И сразу же установим NoCollision Чтобы она не взаимодействовала с другими предметами Дальше нам нужно создать переменные, которые позволят настраивать область видимости Давайте для начала мы применим материал к нашей плоскости Как видите, визуально это уже то, что нам хотелось бы Теперь создаем переменную HalfAngle Типовлоат Не забываем вставить instanceEditable Чтобы была возможность изменять переменные в редакторе И категорию задаем Ingenery Дальше нам понадобится Internal Radius Internal Внутренний Radius Цвет Типа переменной будет LinearColor И логическая переменная, которая позволит переключаться между двумя типами материалов Так, давайте зададим значение по умолчанию Пусть у нас будет с половиной угол 45 градусов Внешний Radius 1500 Внутренний Radius 50 Цвет будет синим Прозрачность 0.5 В UseDecal по умолчанию поставим галочку Переходим в Construction Script Первое, что мы делаем Создаем динамик MaterialInstance В качестве родительского используем наш материал VisionArea Записываем его в переменную Дальше устанавливаем этот материал на нашу плоскость Визуально ничего не поменялось, так и должно быть Для того, чтобы установить значение половины угла, используем узел SetScale-parameter-value Параметр name мы должны написать имя, которое задано для нашего параметра в материале В данном случае название переменной и параметры совпадает Давайте зададим внешний радиус Для этого нам понадобится отмасштабировать плоскость Внешний радиус нужно поделить на 50 И получившееся значение установить для x и y По оси z мы оставляем единичку Задаем внутренний радиус Для этого опять используем узел SetScale-parameter Имя параметра у нас InternalRadius Теперь мы делим InternalRadius на External И умножаем на 0.5 Чуть позже мы с вами проверим, что Радиус у нас задан правильно Так, еще нам нужно установить цвет Для этого используем узел SetVector-parameter-value Имя у данного параметра у нас BaseColor Кажется, все, что нужно, мы задали Давайте проверим Да, цвет поменялся Радиус Тоже меняется Половинный угол Меняется Отлично Теперь проверяем, что радиусы заданы правильными Для этого мы добавим сферу Установим ее на высоте плоскости Давайте для удобства сделаем поменьше x50 зададим Да, у нас внутренний радиус 50 и граница совпадает со сферой Теперь давайте зададим значение 1500 соответствующего внешнего радиуса И убедимся, что сфера у нас оказывается на внешней границе Все так Смотрим, как это выглядит в редакторе Угол меняется Угол меняется Дальность меняется Цвет меняется Все как положено Кроме того, что useDecal пока ни на что не влияет Давайте создадим дубликат нашего материала Назовем его Декал VisionArea И поменяем MaterialDomainSurface на DifferentDecal Сохраняем изменения Так, давайте сейчас сделаем плоскость невидимой Добавим компонент под названием Декал 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 Он проецирует материал по оси Х на те поверхности, которые оказываются внутри зеленой области Для того, чтобы было понятно, давайте добавим вспомогательную плоскость Пусть она у нас тоже располагается на высоте минус 90 Отмасштабируем ее И попробуем повернуть Наш Декал Материал Смотрите, что происходит Мы повернули его на 90 градусов И видим рисунок плитки, который спроецировался на нашего персонажа и на плоскость Давайте установим наш материал И свяжем параметры материала с нашими переменами Здесь будет почти все то же самое, что для плоскости за небольшим отличием В данном узле мы меняем родительский материал на Декал Vision Area Этот узел придется заменить, потому что у Декал Материала нет Узла Set Material Есть узел Set Декал Материал Этот узел остается прежним Здесь мы делаем некоторые изменения Поскольку оси у нас расположены в Декал Материале по-другому То мы меняем связи и здесь нужно указать 256 вместо 50 Внутренний радиус и цвет остаются без изменений Давайте проверим, что все так Внешний радиус у нас правильно работает Внутренний давайте проверим Да, с внутренним тоже все в порядке Теперь мы удаляем вспомогательную плоскости сферу Теперь мы удаляем вспомогательную плоскости сферу И переходим в редактор Вроде бы все работает Осталось настроить переключение Давайте займемся этим Для этого добавляем узел if И устанавливаем видимость Для плоскости и Декал Материалу Если мы идем сюда, то хотим показывать Декал Материалу Здесь же мы хотим показывать плоскость Сохраняем Сохраняем Проверяем Да, действительно Теперь у нас переключение работает На этом все Спасибо за внимание Проверяем Проверяем Проверяем